всем привет сегодня мы будем с вами делать вот такое кашпо для цветов абсолютно из бесплатных доступных материалов прекрасно украсит ваш интерьер в доме для начала мы с вами изготовим клейстер самостоятельно нам нужна мука пшеничная и обычная вода хорошо тщательно все размешиваем и нагреваем на плите чтобы не было комочков тщательно все перемешиваем необходимо подготовить кусочки бумаги можно взять старые газеты или любую другую надуваем воздушный шарик насосом завязываем далее все начинаем тщательно промазывать клейстером кистью после того когда мы промажем один участок клейстером начинаем накладывать кусочки бумаги и придавливать прижимать что высохла наша кашпо вот теперь мы будем наносить сверху слой который будет у нас состоять из смеси гипса вот такой вот гипс алебастер можно какой-нибудь недорогой выбрать и марля марлю мы нарезали небольшими вот такими вот кусочками дальше я буду показывать что мы будем делать всего этого гипс мы смешиваем процентном соотношении один к одному очень важно сначала мы выливаем воду у меня 150 миллилитров воды и вот такой же стакан гипса сначала наливаем воду далее мы насыпаем гипс насыпаем аккуратненько и даем ему возможность полностью впитаться чтобы не получилось комочков только после этого мы будем его перемешивать перемешивать мы будем деревянной палочкой перемешиваем так чтобы не было комочков вот такой вот раствор у нас получился далее мы берем марлю и опускаем гипс она полностью намокает далее мы ее расправляем и накладываем на наше кашпо ну и разравниваем даже если она не идеально ровно ляжет это ничего страшно также проделываем с остальными кусочками накладываем слой за слоем работа очень грязная поэтому процесс работы поэтому постарайтесь свое рабочее место застелить организовать таким образом чтобы ничего не испачкать тару для гипса лучше брать такую которую дальше вы не будете использовать ни в пищевых целях вот ни в каких что возможно вам придется ее вот для гипса использовать либо и вовсе выбросить работать стараемся быстро потому что гипс имеет свойство застывать и а и 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 он и и и и и первые и и и и и Далее можно зачистить. Далее мы примемся за окрашивание. Использовать я буду интерьерную краску, обычную, недорогую, и кисть. Использовать я буду интерьерную краску. Сегодня мы будем золотить наше кашпо в нескольких местах. Не полностью, а лишь частично. Наливаем клей. Можно использовать обычный канцелярский клей, можно пва. Нанесли на один участок. Далее берем поталь. И промазываем. Не обязательно, чтобы она ложилась ровно. Это может быть хаотично. Поталь у меня вот такая. Не в листах, а вот в таких кусочках. Заказывала на Алиэкспресс. 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 вот и готовая кашпо надеюсь она прекрасно украсит ваш интерьер подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда буду рада вам вашим комментариям советам также я всегда рада придумывать для вас самые интересные и востребованные мастер-классы которые вы можете сделать своими руками из подручных средств без больших вложений